всем привет меня зовут катя и вы на моем канале вязание крючком в этом видео я хочу поделиться с вами классным узором нашла я его в такой книге циклопедия узоров я оставлю ссылку на такую книгу в описании узор называется диагональный плетеный вот так он выглядит так выглядит схема книги очень хорошо описано да вот как провязывается такой элемент какой здесь рапорт как его повторять а поэтому я еще в описании оставлю ссылку на такой узор для того чтобы вы тоже на него смогли опираться я попробовала связать этот узор на нескольких пряжах а вот такой вариант из жута очень классно смотрится мне очень сильно нравится я прям захотелось за себе такую сумку из мериносовой пряжи здесь у меня крючок был маленький я выбрала специально для плотности поменьше и получилось так очень плотненько и вот такой образец из более объемной пряжи это по-моему alize lanagold супер или макси или плюс что-то из этого и здесь он такой вышел очень объемный да прям видны хорошо такие переплетения очень здорово смотрится напишите пожалуйста в комментариях какой вариант вам понравился больше где лучше на ваш взгляд лежит узор для узора необходимо набирать количество петель кратное 6 плюс 1 дополнительная петля для симметрии я наберу 19 воздушных петель 19 для подъема на первый ряд делаем 3 воздушные петли и первый ряд вяжем столбиками с одним накидом делаем накид и в четвертую петлю от крючка начинаем ряд каждую петлю цепочки вяжем по столбику с накидом и последний 19 столбик провязали первый ряд по правилу узора первый ряд вот эта лицевая сторона как мы привыкли ее обозначать она будет изнаночной стороной далее делаем 3 воздушные петли для подъема переворачиваем полотно и далее мы вяжем второй ряд он будет лицевым и будем здесь уже формировать узор перекрещенными столбиками с двумя накидами и внимательно смотрите здесь вот 3 воздушные петли мы делали для подъема они выходят из вот этой верхней горизонтальной то есть эту верхнюю горизонтальную мы уже не будем считать для отступа да то есть из нее уже как будто бы вывязан первый столбик далее после вот этой верхней горизонтальной из которой провязаны столбики мы отсчитываем 1 2 3 петли делаем 2 накида и в последующие три петли провязываем 100 по столбику с одним накидом 1 2 и 3 далее мы должны сформировать перекрещенные петли они у нас будут лежать на провязанных петлях то есть мы будем заводить крючок с лицевой стороны под вот эти пропущенные 3 петли опять обращаю ваше внимание на то что вот это первая верхняя горизонтальная из нее столбики выходит мы ее не считаем да и вот у нас 1 2 и 3 и так делаем 2 накида на крючок с лицевой стороны проходим вот сюда в первую верхнюю горизонтальную подхватываем ее как бы на себя выводим вот так провязываем здесь первый столбик дальше 2 накида проходим вот следующая петля на себя провязываем столбик с двумя накидами и третий столбик с двумя накидами в последнюю пропущенную третью петлю так вот провязали первый элемент перекрещенных столбиков вот так это выглядит и далее до конца ряда повторяем то же самое пропускаем 3 верхние горизонтальные да вот сюда у нас уже провязаны то считаем раз-два-три и вот сюда раз-два-три будем провязывать по столбику с накидом три столбика привязали и теперь вывязываем из трех пропущенных столбики с двумя накидами с наклоном влево до накладываем на провязанные столбики так вот раз два три вот первая петля которым нужно подхватываем на себя вот вторая эти все это просто до конца ряда провязываем так я подошла концу ряда и в конце обязательно провязываем еще один столбик с одним накидом проходим вот у нас воздушные петли для подъема были вначале вот раз два три и проходим в третью петлю и провязываем сюда столбик с одним накидом завершаем второй ряд вяжем третий ряд делаем 3 воздушные петли для подъема переворачиваем полотно и здесь и во всех последующих рядах мы всегда вот эту петлю из которой выходят три воздушные мы ее не считаем далее провязываем вот в эту петлю то есть 1 2 3 4 5 в пятую от крючка в последующие три провязываем по столбику с накидом вяжем начинаем ряд с трех столбиков с накидом и далее мы будем формировать такие же перекрещенные элементы но теперь у нас будут столбики провязываться сзади провязанных столбиков для этого мы также 3 пропускаем в последующие 3 провязываем по столбику с двумя накидами и далее формируем перекрещенные петли провязывая их сзади провязанных 2 накида и теперь мы проходим вот так за провязанными и подхватываем как и в прошлый раз по очередно пропущенные петли сначала вот первую вот она и вторую вторую и третью так сформировали первый перекрещенный элемент далее снова делаем два накида три петли пропускаем в последующие три провязываем по столбику с двумя накидами и довязываем пропущенные три петли столбиками за провязанными столбиками да вот так так и вот остается у нас три петли сюда мы провязываем в каждую по столбику с накидом и в конце обязательно в вершину воздушных петель предыдущего ряда провязываем еще один столбик с накидом для ровного края все закончили третий ряд это наш изнаночный ряд для перехода на четвертый ряд делаем 3 воздушные петли переворачиваем и здесь повторяем второй ряд также опять напоминаю 3 воздушные петли выходят из петли мы ее не считаем отсчитываем раз два три петли и в последующие три вяжем по столбику с двумя накидами в четвертом и во всех последующих четных рядах у нас будут петли провязываться перед петлями уже провязанными да не будут смотреть влево делаем два накида и спереди подхватываем пропущенную первую петлю провязываем столбик и последующие пропущенные 2 провязываем также дальше снова делаем 2 накида 3 петли пропускаем в последующие 3 провязываем по столбику провяжите пожалуйста самостоятельно отряд до конца и заканчиваем ряд столбиком с одним накидом провязанным в вершину воздушных петель предыдущего ряда так все вот мы с вами провязали 4 ряда для того чтобы закончить вязание делаем 3 воздушные петли переворачиваем снова вот эту верхнюю из которой выходит воздушные петли не считаем то есть пятую петлю от крючка весь ряд провязываем просто столбиками с одним накидом так как провязывали первый ряд и обязательно завершаем ряд столбиком без накида провязанным в вершину воздушных петель подъема так вот это лицевая сторона это изнаночная и таким образом вы можете провязывать необходимое количество рядов повторяя просто 3 4 ряд как мы вязали с вами в узоре а последний заключительный ряд вашего полотна просто завершаете столбиками с одним накидом на точно так же как мы и начинали и помним что лицевая сторона у нас это вот это на изнаночная сторона столбиков в первом ряду или вот можете ориентироваться по кончику если вы не будете прятать он с правой стороны находится я еще обязательно оставлю в описании ссылку на схему из книги на этот узор для того чтобы вы еще и визуально помнили строение такого узора я надеюсь что все было понятно он на самом деле очень сильно простой стоит только провязать образец и вы уже сразу поймете здесь я показала вам да как мы начинаем и заканчиваем ряд особенно особое внимание обращайте на третий ряд мы всегда начинаем тремя столбиками с накидом да и заканчиваем четырьмя столбиками с накидом всегда у нас провязывается в конце в воздушные петли столбик да и когда мы поднимаем петли делаем петли подъема они у нас выходят до из столбика который мы не считаем обычно мы его считаем но здесь не считаем ну еще в схеме это все тоже показано можете тоже опираться на этом ну что же большое вам спасибо за просмотр за то что открыли это видео посмотрели до конца подписывайтесь на мой канал ставьте лайк оставляйте комментарии и до новых видео пока пока